16 студентов и аспирантов из разных немецких вузов находятся с 24 августа в Молдове. Сегодня они знакомились с Гагаузией. Организаторы проекта летней школы Молдова-института Лейпциг пригласила сюда студентов. Для чего, зачем, об этом будем говорить сегодня в нашей студии. Ну и хотела бы сказать, что поводом для этой передачи стало то, что немецкие студенты вместе с координатором проекта пришли и в редакцию Гагауз-Медиа. Нашу передачу актуально можно смотреть не только на интернет-сайте Гагауз-Медиа МД, но и на волнах просто радио наших партнеров. Итак, гости нашей студии сегодня координатор проекта летняя школа Молдова-института Лейпциг Ян Петер и Лиза Хамсен, студентка университета Регенсбурга. Говорю, здравствуйте, добро пожаловать. И, конечно же, хочу сегодня узнать, в чем цель этого проекта. Ян Петер, слово вам. Я так понимаю, что не первый год реализовывается такой проект в Молдове. Молдавские студенты встречаются с немецкими уже девятый год, правильно говорю? Седьмой. Седьмой, извините, да. Расскажите об этом еще подробнее. Так, как я уже сказал, в общем-то, то есть проект летной школы, он проводится в этом году уже седьмой раз. Эта летная школа, она вот одна из ряда подобных мероприятий, которые состоятся в рамках программы Go East Summer Schools, по-английски, по-немецки Go East Summer Schulen, который финансируется Министерством образования и исследований немецкой при помощи немецкой службы академических обменов, ДААД, ДОЧА, Академия Шаус, ДОЧТИНСТВ. Программа сама, она уже существует с 2003 года, и она предназначена студентам немецких вузов, которые учатся в немецких вузах и которые интересуются странами Восточной Европы и Большего Советского Союза. Вот поэтому название Go East, иди на восток. В рамках этой программы в этом году финансируется и проводится около 60 таких летних школ, и в том числе наша летняя школа, которая здесь в Молдове в основном состоится, это в Кишиневе, и она включает тоже экскурсии в соседские страны, так как Румыния и Украина. Лиз, у меня вопрос к Вам. Я, во-первых, рада, что могу говорить с Вами в этой передаче на русском языке, потому что не могу говорить на немецком. Но мой вопрос, где Вы учились русскому языку? Я изучала русский язык в университете, еще несколько раз была в Украине и в России. Этого достаточно? Университетского обучения русского языка оказалось достаточно? Ну, в университете недостаточно, по-моему, но поэтому обязательно надо путешествовать много, но потом легче, конечно. Лиз, у меня такой вопрос. Вот только что нам Ян Петер рассказал о том, какова цель этого проекта. А в чем Ваш интерес участвовать в проекте «Иди на восток», то есть «Познавай восток»? Ну, я изучаю историю и политику в Восточной Европе, и поэтому, конечно, Молдова – это очень интересная страна в этом сфере. И поэтому я решила сюда прийти, чтобы узнать новые вещи, политики, истории. А почему Вы эту специальность выбрали? Вот просто интересно. Да, не просто интересно. Я уже была в России с школой, и мне уже было удивительно, как жили люди там и так далее. И я уже интересовалась историей в школе, поэтому я решила фокусироваться, изучать подробные истории Восточной Европы. Ну, и какое впечатление, вот пазл Молдова, какое впечатление оказал на Вас? Вот то, что Вы здесь видели за эти почти три недели, так понимаю. Интересный вопрос. По-моему, здесь очень интересно, что живут разные люди разных национальностей. Это, по-моему, особенность Молдавии. На улице мне было интересно, что люди говорят и на русском, и на румынском, в Кшеневе. Я не была уверена, будет ли проблема в том, что я с несколькими людьми на русском или на румынском. Ну, без проблем. Все было. По-моему, когда встретятся разные национальности, могут возникать проблемы, но и, может быть, что это возможности, конечно, ну, как мост может действовать. Ян Петер, скажите, вот один из акцентов этой летней школы изучения румынского языка, в том числе, да, помимо того, что Вы сказали. Вот хочется узнать, каким бы ни было интенсивный курс изучения языка этого времени достаточно, удалось ли студентам, 16 прекрасным молодым людям освоить язык, ну, не освоить, ну, во всяком случае. Ну, я, конечно, могу ответить на этот вопрос только в общих счетах, потому что я сам... Да, пожалуйста, Вы его не изучали. Во-первых, вот это, к сожалению, должен сказать, но нет, я просто не присутствую, конечно, в курсах. Но то, что какая у нас была основная мысль все-таки включить такой курс языка, это, во-первых, дать студентам возможность ознакомиться с языком, скажем, средного формата. Да, если мы, скажем, учитываем вот количество вот носителя вот языка, это где-то человек 20 миллионов или 25 вот в этом районе. То есть в европейском масштабе оно получается как средний язык, да, по величине. Но есть, как ни странно, достаточно мало возможностей его изучать у нас в Германии. То есть он фигурирует в рамках романистики, то есть вместе с итальянским, французским, испанским и так далее языками. Но его можно изучать действительно только в некоторых вузах. Тем более, что он все-таки является частью, скажем, культурного языкового наследия Юго-Востока Европы. И среди наших участников достаточно часто есть те, которые именно увлекаются этим регионом. Это бывшая Югославия, Балканские страны, Болгария, тоже Украина. И румынский язык, конечно, он занимает особо немножко позицию, как не странянский язык. Второй аспект, он, скажем, скорее всего технический или дидактический. Поскольку у нас программа должна быть, это тоже требование, скажем, наших финансеров, она должна быть достаточно амбициозной. В том плане, что мы не должны довольствоваться, скажем, программой, которая заканчивается после обеда. Но провести целый день, скажем... Надо изучение языка. Нет, одним видом, скажем, курсов. То есть это то ли посещение институции какие-то, разговоры с экспертами, лекции и так далее. Оно просто через целый день, то есть до обеда и после обеда не получается. То есть лучше все-таки иметь немножко такое разнообразие. То есть первая половина это румынский язык. То есть он немножко курс, конечно, не может настолько давать. Потому что оно получается в течение вот этих двух с половиной недель в общей численности 50 уроков. Это немного. Это в принципе то, что у нас по-немецки говорят аппетит хепчен. То есть это, в общем-то, кусок на аппетит. Чтобы вызывать аппетит или чтобы хотя бы получить представление, что он представляет. То есть такая задача, собственно говоря. Скажите, а кто же, кто помог или кто проводит эти курсы? Потому как с немецкими студентами нужно работать. И, наверное, есть ваши какие-то партнеры здесь в Молдове. Кто помощник в этом? Значит, мы проводим вот эти курсы уже, по-моему, пятый раз. То есть первые два раза. Это была такая организация, но мы сейчас уже несколько лет сотрудничаем с Каса Либерумына. Это учреждение города Кишинева. И главная задача вот этого дома румынского языка заключается в том, чтобы привлечь русскоязычное население города и, скажем так, через практику их убедить в пользу изучения румынского языка. Знание языка. Следующий мой вопрос вам, Лиза. Вот я знаю, что по вашей программе вы уже посетили несколько городов Молдовы. И, как в самом начале программы сказал Петер, вы были в близлежащих странах. В Румынии, да? Были в Украине. Ну вот хочется узнать, что полезного вы для себя взяли из этих встреч и выездов в те страны? Других стран? Да, в том числе и Молдовы, да? Вот вся вот эта ваша небольшая экскурсия, которая была организована в рамках этой летней школы, что новое вам дала в ваших познаниях? Ну, пока не были в Украине, еще будем, но были в Румынии, в Яш. Мне было очень интересно, что там, ну, они живут в национальности, очень, ну, как сказать, это очень важно, румынская национальность или их, я так это не знала. Да, ну, вообще, тоже Яш как город, очень красивый, и мне интересно было, что там не так много туристов, по-моему. Не так много? Да, мало туристов, так я поняла. Ну, и мы еще были в Приднестровье, и там, конечно, тоже интересно, как другой мир. Почему? В чем он другой? Почти как в России, по-моему, очень похоже, и там были два дня вперед, День Незалежности, День Республики праздновал, да, Днестровье. Да, 2 сентября, мы были 4-го. Да, везде фляги были, поэтому, ну, тоже национальность очень важная, поэтому интересно. И как в Молдавии не так сильно они праздновали этот праздник, по-моему. Ну, или, скажем так, меньше работает с этой символикой. Да, символика очень важная. А то есть вы имеете в виду, что меньше молдавской символики вы видели в Приднестровье? Нет, нет. Ну, в Кишиневе мы не так много видели. А, вы не видели, что в Кишиневе отмечали день, ну, конечно, нет, не отмечали. День Независимости, да. День Независимости Приднестровья. День Независимости Молдовы. Мы были тоже. Да, нет, имеется в виду вот следующее, значит, мы смогли, то есть у нас, ну, мы специально, в принципе, вот когда мы думаем, когда провести эту летнюю школу, мы, в общем-то, специально стараемся это как раз провести в конце августа, там, начале сентября, для того, чтобы студент, у студента тоже была возможность смотреть на праздники. То есть это День Независимости как раз Молдовы. Государственные праздники, несколько друг с дружкой, да. И, ну, скажем так, на 2 сентября мы непосредственно не смотрим, то есть Приднестровье, но все-таки экскурсия обычно где-то 2-3 дня после этого праздника. На самом деле то, что я тоже понаблюдаю, то есть в каждом году, что символики вот этой, скажем, герба, гералдика, все это самое, флаги и так далее, вот эти, то есть они очень сильно воспользуются на Приднестровье, в Приднестровье. А в Молдове относительно мало, то есть там более народные гуляния, более вот такое, то есть меньше, чуть-чуть меньше с этим работают. То есть вы хотите сказать, что там патриотизма больше? Я бы это не сказал, я бы это не сказал. Патриотизм может быть тоже изнутри проявится. Не обязательно, чтобы он был флагами расставлен, да, то есть патриотизм, собственно говоря, это какое-то такое иное вообще ощущение, ощущение людей внутри себя. И то, о чем говорила, может быть, Лиза, что вы, говоря о Румынии, сказали, что они такие национальные, да, вы это имели в виду, наверное, да, что много патриотичного? Да, по-моему, в Румынии я это больше чувствовала, чем в Молдове. А в Молдове не чувствуется это, что мы патриоты? Вот вы общаетесь уже третью неделю с жителями нашей страны? Ну да, не так чувствовала. Это просто впечатление, конечно, но... Очень важно слышать такие впечатления. Я еще, знаете, о чем хотела спросить? По вашей программе, насколько я понимаю, может быть, не получилось организовать эти встречи, вы встречались с представителями неправительственных организаций, правильно? С некоторыми, да. С некоторыми. Вот я хотела бы спросить вас, Лиза. Знаю, что вижу, что вы молодой студент, который, наверное, интересуется жизнью у себя в стране, как работает, как развивается гражданское общество. Наверное, вы знаете о том, как работает НПО, НГО в Германии. Если вы уже встречались с представителями наших молдавских НГО, что отличает? Проблемы. Есть разные проблемы, конечно. Но здесь мы встретились с разных организаций, которые работают, например, с детьми, с интернетом, с СИДАС. И у нас другие проблемы, можно сказать, не такие сильные проблемы, но, конечно, тоже важные. Например, право женщин у нас более, по-моему, или не знаю. То есть больше занимаются правами женщин в вашей стране? Это просто... Или вопросы LGBT. Как можно это перевести? Вы понимаете, LGBT... Конечно, LGBT. Есть, по-моему, другие темы важные. То есть у нас нет этих тем, у вас они есть? Есть, но, по-моему, другие важные, по-моему. Можно привести пример. Можно? Да, пожалуйста. Можно привести пример. То есть мы были в одном НГО, то есть, которое носит аббревиатурии ИДОМ, то есть Институт Дрептеру ОМОЛУИ в Молдове. Это адвокаты в основном, которые специализируются на защиту прав человека, то есть определенной группой. И у них, в том числе, они нам очень, скажем, наглядно рассказывали о том, что здесь, в Молдове, еще работают и существуют так называемые, как оно было, интернаты, типа нейротерапевтические интернаты. Это, на самом деле, вот еще, как выяснилось в конечном итоге, то есть они и так потом это сказали и называли, еще такие гибридные реликты советских времен, где бенефичары, как они их называли, живут под очень тяжелыми условиями. То есть условия, в общем-то, вообще, когда они описали, то есть нам это, действительно, нас это очень произвело впечатление, и мы просто не могли себе представить, что такое еще в Европе есть. То есть вот такие, скажем, действительно, очень такие весомые элементарные проблемы, то есть которыми занимается НГО здесь или должны еще заниматься, скажем так. В Германии уже НГО такими проблемами не занимается, потому что они охвачены, правильно ли я понимаю, государством? В меньшей мере. Забота государства есть по этим? Это то ли забота государства, это то ли уже проблемы, которые уже каким-то образом решены. Совершенно верно. И тут все-таки это тоже то, что я наблюдаю вот в течение вот этих проектов наших летних школ. То есть, конечно, тоже есть такие наблюдения, и наши партнеры, то есть наши представители НГО, они тоже говорят об этом. Что есть прогресс, что все-таки несколько лет тому назад мы еще должны были заниматься, скажем, проблемами людьми со СПИДом. И что сейчас ситуация с этим уже улучшилась. Уже есть понимание со стороны властей и ответственных, скажем, других сторон. То есть это мы, конечно, тоже всегда слушаем, то есть замечаем. И в целом, конечно, это хорошо. То есть все-таки процесс, он идет, скажем, медленными шагами. Но именно в сфере НГО очень медленными, но словами именно вот этих представителей НГО все-таки оно так и показывается. Вот скажите, хочется все же понять, насколько активны НПО в вашей стране? И увидели ли вы активность здесь? Я понимаю, что вы встречались только с одним НПО, но глядя на жизнь вообще, вот все равно ощущается, вот здесь работают активно гражданские общества или нет? Что скажете, Лиза? Ну, по-моему, у нас долго уже есть такая культура, организации, такие феррайны. Есть уже, ну, долго, поэтому и связи везде в Германии есть, и все, ну, сферы, со всеми сферами они работают. У нас, по-моему, хорошо работают. Я знаю очень много людей, которые занимаются этим, ну, в НКО или, ну, волонтерами. Кстати, о волонтерах. У вас распространенное явление быть волонтером в Германии? Еще раз поговорим. Насколько у вас распространено быть волонтером? Вот молодые люди прибегают к волонтерской деятельности, то есть они занимаются этим? В нашей стране это не очень развито. Ну, у нас это очень часто является вариантом для выпускников из школ. Как пример? Как пример. То есть, значит, у нас школа вот в большинстве вот в наших федеративных землях в целом, то есть, если мы говорим о лицеях, да, то есть она длится 12 лет. Раньше это было 13, но это в связи с реформами сократили в основном во многих регионах. И просто школьникам, когда они выпускаются, когда они уже получают свой диплом, бакалавриата, апитуа это у нас называется, то есть им только 18. Значит, только что совершеннолетние. И поскольку у нас во многих семьях идет воспитание такого духа, ты, пожалуйста, очень хорошо подумай, каким профессиональным путем ты хочешь идти. Многие вот этих, с этих выпускников, они потом делают, то есть работают один год как волонтер, для того, чтобы выигрывать время еще, чтобы еще раз обдумывать. Да, совершенно верно. То есть, какой предмет они потом будут изучать в университете, или какой другой, иной путь они выбирают себе. То есть, это очень распространенный вариант, и то, что, скажем, хорошо для них, что система действительно, это волонтерство, она очень развитая. Они могут даже попасть в какое-то другое государство и там работать в социальных проектах. Это для многих, это очень привлекательно. Интересная идея. Вы знаете, я хотела бы еще задать такой вопрос. Вы читала в интернете, что девиз школы, этой летней школы, о которой мы говорим, «Европейский путь вызовы для Республики Молдова и ее соседей». Почему такой девиз у этой летней школы? Вопрос вам, Ян Петр. Почему такой девиз? Значит, во-первых, я бы сейчас ставил под первой заголовкой на пути в Европу, я бы сейчас ставил вопросительный знак. Наше название без вопросительного знака, потому что мы должны были подать заявление на финансирование до того скандала и всех этих нерадостных, скажем, событий, процессов, которые произошли здесь в начале этого года. Название достаточно, по сравнению с бывшими проектами, достаточно общее, относительно общее. Мы, в общем-то, должны постараться всегда немножко ставить другой акцент с одного года на другой. Ответственно, для того, чтобы показать, что да, мы можем провести летние школы, мероприятия с разными акцентами. То есть у нас в прошлом году был, например, был такой тематический акцент на оригинальное развитие, который мы в этом году полностью... Заменили. Заменили, да, заменили. И, может быть, у нас основная мысль тогда в ноябре, то есть когда мы должны были установить как раз название, заключалось в том, что действительно как раз вот такой период или такой момент... Я хочу говорить об этом периоде, об этом моменте. Да, да, в котором Молдове придётся принимать однозначное решение, каким путём идти. А давайте, вот я почему и спросила о названии, об этом дивизе. Вот события, которые вы назвали очень хорошо, мне кажется, нерадостные, да, то, что происходит сейчас в Молдове, и вы это видите, митинги протеста, многотысячные митинги протеста, 6 сентября начались и не заканчиваются, с площади люди не уходят. И европейский путь так или иначе ставит знак вопроса в головах у многих граждан нашей Молдовы. У кого-то он восклицательный, да, надо по этому пути, у кого-то всё ещё остаются вопросительные знаки. У нас есть европейская власть, была европейская власть, и что-то жизнь европейская не стала, так думают многие граждане. Что скажете, вот взгляд со стороны двух людей, которые представляют другую страну, я имею вас, Ян Петер Лизу, вы представляете другую страну, вы увидели эти события в нашей Молдове, в Кишинёве. Ваш взгляд со стороны, что это, как на это реагировать, что происходит в стране? Ваша оценка происходящего? Сложный вопрос. Ну, если скажем так, то есть то, что мы, скажем так, непосредственно заметили, да, от этих протестов, это не был тот большой митинг прошлое воскресенье, потому что у нас, то есть просто нас не было в городе. Мы потом видели, заметили, которые с наших ребят тоже, шли мимо протестующих, которые находятся на площади. На меня лично вот этот протест произвел достаточно мирное впечатление. То есть, хотя говорят те, которые были в воскресенье, то есть знакомые на площади, что оно было частично немножко, не совсем, но это уже большая масса людей, то есть тут, конечно, куча, скажем так. В двух точках проходили митинги, один на площади, другой чуть дальше от площади. И перед прокуратурой, да. И есть, конечно, всегда у большой, так сказать, людей, большая масса людей есть определенная динамика, естественно, то есть, которая не действует на, скажем, на маленькое количество. То есть, ну, в общем-то, мне вот показалось то, что сейчас, что оно, да, носит мирный характер, характер, но одновременно, конечно, чувствуется, скажем, ту, можно сказать, усталость людей и от того, что себе позволяют некие люди в власти. Ваше мнение? Ну, как уже Ян Петер сказал, мы были на площади в воскресенье, но в понедельник мы там еще, ну, мы сюда пришли, и мы говорили с двумя девушками, и они были студенты, и они нам сказали, что они здесь, потому что они против государства, потому что государство обмануло. Обмануло, да. Обмануло, и поэтому они больше не хотят поддерживать эту политику. И для меня протест всегда что-то особенное, потому что я думаю, что в этом системе сложно иногда, ну, как сказать, протестировать, действовать в этом активном способе, и для меня это удивительно. И тоже я думаю, что это мирный протест, тогда, поэтому очень хорошо. Но то, что он мирный, это безусловная радость, потому что в конце концов люди имеют право на митинги, на протесты. И еще один вопрос, очень с коротким ответом хотела бы, короткий ответ хотела бы от вас получить. В вашей стране могут проводиться митинги, протесты, и тогда, когда люди говорят, что власть плохо работает, что делает немецкая власть? У нас было. Вот наше руководство нашей страны не вышло на встречу к протестующим, как того требовали протестующие. Встретились с господином премьером и все. Вот как поступило бы руководство Германии, скажем? Ну, это трудно сказать, потому что редко бывают вот такие ситуации и, скажем, темы, когда протест действительно обращается непосредственно, скажем, к высшей власти нашей. То есть обычно бывают митинги, которые обсуждают или которые, в общем-то, где протестуют против определенных тем. против каких-то определенных положений. Но то, что... Но требуют отставки протестующие президента, правительства. Нет, такое, в общем-то, в прошлое время не бывало. Это не из-за того, что все люди довольны, в общем-то, нашим правительством. Есть вот одно такое явление, но о нем говорить очень долго надо. Поэтому... Не говорим так, да? Это вот то, что погибает, я имею в виду. Это очень сложная вещь. То есть у них действительно есть такие требования. Но это право радикалы, на самом деле. То есть оно... Это уже немножко другое дело, скажем. Требовать отставки всех ветвей власти не было в истории? Нет, такое. Не было в истории, естественно. Значит, Молдова повторяет чьи-то истории. Да, это было в 89-м году в бывшем ГИДЕРе, конечно. Было такое. И сейчас, наверное, слава Богу, что в странах этого нет. И, наверное, я думаю, те граждане, которые сегодня протестуют на площади нашей столицы, тоже хотят того, чтобы власть слышала отчаяние людей. Тогда не будет митингов ни таких мирных, ни иных. Я хотела бы в завершении этой программы узнать еще ответ вот на какой вопрос. Вы знакомитесь с Молдовой. Вы впервые в Молдове? Да. Впервые в Молдове. Но вот сейчас зрители и радиослушатели, которые слушают нашу программу, слышали ваше хорошее знание языка, но лучше вас комплиментом должна сказать Яна Петровна, очень хорошо говорить на русском. Откуда такое знание русского языка? Вы не первый раз в Молдове. Я не первый раз в Молдове. Ну, в общем-то, русский язык тут использовал, скажем так. То есть, ну, в общем-то, выучил, хотя это слово я не очень люблю, потому что выучить язык до самого конца нельзя, просто иностранный. То есть, я считаю, но это личное мнение. У меня это была учеба, значит, я начал в поздних 80-х. Это у меня была словистика как основная специальность, русский и чешский. То есть, у меня тогда была еще возможность учиться один семестр, то есть, 3-4 месяца еще в тогда существующем Советском Союзе. И у меня потом получилась языковая практика на рожу, когда я работал в должность лектора уже называемого, называемой службой академических обменов немецкой. Это была на востоке Украины, то есть в городе Харков, где говорят очень таким чистым, спокойным, хорошим русским языком, и где иностранцу тоже дадут выговорить. Они терпеливые, значит, это очень хорошая просто среда, где можно как раз практиковать и совершенствовать свой русский. Ну, я должна отметить, что все-таки с вами всегда приятно говорить на русском, потому что вы, как мне кажется, может быть, вы правы в том, что изучить, выучить, как вы сказали, да, иностранное до конца нельзя, но вы очень хорошо владеете языком. Я искренне благодарю вас за то, что мы сегодня в этой студии имели возможность общаться. Я думаю, что будущая летняя школа предусмотрит в программе своей визит студентов не на несколько часов в Гагаузи, а на большее время. Может быть, ей смысл познакомиться поближе с Гагаузией. Это так, просто предложение. Искренне благодарю и еще раз напоминаю нашим зрителям и радиослушателям, что гостями нашей студии сегодня был координатор программы Молдовый институт Лейпциг Ян Петер и студентка университета Реггенсбурга Лиза Хэмсен. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»!